В сообщении Санкт-Петербургской митрополии на торжественном молебне в Царско-сельском Софийском соборе строго плечо к плечу стояли на днях необычные прихожане. Юноши в форме, кадеты, они пришли, чтобы получить Божие благословение на выбранный ими путь и наступивший новый учебный год. Еще столетия назад Царское село можно было узнать по обилию гусарских мундиров. В наши дни боевым маршем по улицам проходит другой полк – кадеты, будущие защитники Родины. Это очередная смена первокурсники, которая уже стала традицией, принимает клятву кадета в стенах вот этого прекрасного Софийского собора. Получает из рук священнослужителей Евангелие, получает наставление, духовное именно наставление получает, для того, чтобы дальше идти по военной жизни. После двух лет обучения они поступят в специальные военно-учебные заведения. Но за эти два года им предстоит сделать многое. А главное – научиться следовать в жизни той клятве, которую дал каждый из них перед лицом церкви, командиров, родителей. Быть преданным интересам Отечества, любить свою Родину, свой народ, быть достойным подвигом героев пограничников. Отношение к учебе в корпусе очень серьезное. Зато потом даже с оценкой 4 выпускников без экзаменов принимают в УЗы. В отрыве от дома, при напряженном учебном графике и строгой дисциплине ребятам наверняка временами бывает нелегко. Кто же поддерживает их в эти минуты? Они вместе с нами, они вместе с верующими людьми, они вместе с церковью причащаются. Священник всегда с ними, который часто заменяет им родителей, который является для них, знаете, вот таким вот местом, куда можно прийти и поплакаться. Потому что очень непросто для маленьких детей начинать военную службу. Дети есть дети. Сегодня они серьезные стоят в храме, дают клятву. Завтра им захочется погонять мяч, пошалить. Но что ждет их в будущем? Может, кому-то предстоит отдать свою жизнь, защищая Родину. Кто-то станет героем. Их жизнь доверена Богу. И особую помощь сегодняшним кадетам всегда будет оказывать небесное воинство. о до свидания. Редактор субтитров М.Лосева Корректор мне.